О чем думают и что пишут современные художники Комсомольска-на-Амуре? Новая выставка мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусства открылась в Дальневосточном художественном музее. Судьбы живописцев много лет назад переплелись с судьбой города юности. Как художники оказались на Дальнем Востоке и за что его любят, узнали и мы. Я приехал в 1994 году в 10 утра 2 февраля и выходил с трапа самолета. Знаете, почему запомнил эту дату? Потому что когда было там на Западе холодно, я прилетел сюда, а тут еще холоднее. Дмитрий Душкин создает картины из картона, чем прославился не только в России, но и за рубежом. Материалом его снабжают мебельные компании Комсомольска. На Дальний Восток он еще юноша и переехал с Запада России и с тех пор остался. Сейчас художник преподает в школе и обучает художественному мастерству в своей арт-студии. Мне всегда задают вопрос, сколько материала уходит. Но я, наверное, скажу так. Я просто, когда делаю подобные работы, я считаю количество деталей, а их около тысячи. Александр Потехин – художник-график, любит писать акварелью. Среди его работы родной Алтай и вторая родина Комсомольск. На Дальний Восток он переехал после службы в армии вместе с родителями и братом. Я посмотрел этот Амур, этот простор, это небо, это все. Я там просто захлебнулся от радости и счастья. И все, я прирос насмерть на Алтае. У меня невеста оставалась. И за ней съездил, привез ее сюда. И вот мы уже 48 лет здесь. 90 лет назад на месте будущего Комсомольска на Амуре высадились первые 900 строителей. А вместе с ними и первый художник. Выпускник Ленинградского училища Георгий Цивилев запечатлел на бумаге начало жизни города юности. Мне кажется, у него была какая-то вот эта идея духовного человека, как художника, изучать мир в самом трудном месте. То есть это же на болоте было. Он строил место всеми бараки, строил то есть первое жилье, дороги. Но при этом с ним всегда был альбом и карандаш. И он делал много зарезов. Он, по сути, создал документально-художественную вот эту историю города. И именно с его появлением пошло вот это вот постепенно, город сразу стал наполняться художниками. Лучшие традиции Цивилева и других первых мастеров хранит нынешнее художественное общество Комсомольска. Многие живописцев часто путешествуют, однако переезжать из города юности не планируют. Это большой петух. В нем, видите, еще птицы есть, да? Тут несколько птиц внутри, да? То есть как бы это энергия мира, да? Как бы закрученность какая-то такая. Какая-то радость, восторженность. Посмотрите на петуха, да? Как он утром радостно встречает новый день. В художественном проекте «Пересечение параллелей» представили свои работы 8 комсомольских художников. Увидеть их в Дальневосточном художественном музее можно до 15 июля. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Художественные сообщества Хабаровска и Комсомольска давно дружат. Выставки мастеров из Краевого центра пользуются популярностью в городе юности.